Всем привет! С вами Ванок, и сегодня я бы хотел поговорить с вами об игре под названием Wild Terra Online. И вы знаете, наверное, когда-то эта игра могла бы считаться вполне себе нормальной, то бишь, ни в чем не выделяющейся особенно, но нынче такие проекты являются штучными, их появляется мало, и создаются они для очень узкой прослойки людей. Но давайте обо всем по порядку. Вообще, данную игру я заинтересовался по двум причинам. Во-первых, мне дали бесплатный ключик, чтобы в нее поиграть, хотя стоит она на самом деле не так уж и много в Стиме, я бы даже сказал копейки по текущим меркам. Но при этом эта игра находится, знаете, может быть не на самом дне, но где-то так в середине Стима, и просто так в нее наткнуться очень сложно. Поэтому, скорее всего, если бы не ключик, я бы прошел мимо нее. Ну и плюс, ко всему прочему, посмотрев на ее скриншоты, почитав описание, я понял, что здесь угадывается другая игра под названием Heaven and Earth. Данный проект в свое время для меня был очень интересен, я в него играл, пускай в итоге все равно я не смог в него полноценно вникнуть, но тем не менее, та игра мне оказалась в свое время очень интересной, несмотря на то, что по графике она была, ну, совершенно отстала, совершенно уже не котировалась, да и в плане геймплея там было много недостатков, что, кстати говоря, в итоге привело к созданию на ее базе от ее же разработчиков игры под названием Salem, но Salem, насколько я помню, не зашел. Ко всему прочему, там в итоге, за счет того, что был переход от спрайтовой графики к 3D, испортилась атмосфера, но это отдельная тема. Мы же возвращаемся к Wild Tier Online, и что я вам хочу сказать, эта игрушка действительно похожа, очень сильно похожа на Heaven and Earth, но при этом я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что смогу в нее долго играть. И главная причина такого моего отношения, это огромная, просто ужасающе огромная склонность ее требовать от себя фарма. Ты постоянно в ней фармишь, ты побежал, набрал ресурсов, что-то там подел, опять бежишь, фармишь. Еще что-то чуть-чуть подел, опять бежишь, собираешь ресурсы, фармишь, 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 и реально здесь очень большая заточка над фармом. Если, допустим, вы помните мои прохождения, первые попытки поиграть в Life is Fiddle, так вот, вот то, чем я занимался в Life is Fiddle, это на самом деле просто цветочки по сравнению с тем, что предстоит делать в Wild Terra. Здесь реально очень большая проблема найти нужные ресурсы. Тебе нужно их искать, бегать, собирать. Тебе нужно их перетаскивать на базу, причем инвентарь у тебя сильно ограничен. У тебя есть постоянная необходимость подпитывать свой организм едой. Причем здесь, в отличие от многих других игр, нужно соблюдать рацион. То есть не просто кушать одни яблочки, которые там насобирал, а кушать по возможности и яблочки, и мясо, и морковку. То есть, чтобы у тебя рацион был сбалансирован, тогда твой персонаж будет себя чувствовать максимально хорошо, хотя, в принципе, можно на нём и только булками питаться. Плюс здесь есть такая особенность, что эта игрушка мультиплеерная, сетевая. Здесь нет одиночного режима в принципе, и это тоже накладывает свои отпечатки. То есть здесь, с одной стороны, тебе придется играть с другими людьми, с другой стороны, здесь нет возможности сохраниться и просто выйти, и всё. Плюс, надо заметить, что здесь очень странный подбор серверов, потому что, как только я зашёл в игру, мне пристала возможность поиграть где-то там в Америке или в Азии на нормальных обычных ПВЕ серверах с обычной военной сложности, или же не хочешь играть так далеко, иди в Европу, но в Европе тебе можно будет играть только в ПВЕ с усложнённым режимом. Странный очень, на самом деле, набор серверов, особенно с учётом того, что разработчиками является русская команда, по крайней мере, русскоязычная, потому что у них у всех русскоязычные имена. Называется сама команда Duty Worlds, и вероятно вам что это скажет, хотя эти ребята успели также сделать какую-то там многопользовательскую стратегию Melting World, а также аркадку Corrupted. Ну, это всё нишевые, опять же, продукты, как и, собственно, Вилтера. Я сильно сомневаюсь, что когда-нибудь они появятся на моём канале. Что касается Вилтера онлайн, то я наиграл в неё свыше часа. Это, на самом деле, очень мало. Это критически мало, чтобы познать весь игровой процесс. По сути, я только прошёл стартовые задания, которые нам, по сути, предлагают познакомиться с данной игрой и вводят в курс дела. И здесь можно развиваться гораздо дальше, чем я развился. Здесь можно строить целые замки, города. Да, здесь есть всякие интересные крафты, всякие интересные моменты, связанные с тем, как ты можешь взаимодействовать с другими людьми и так далее. Но всё это осталось пока что за камерой, за кадром, потому что, ещё раз говорю, гринд. Гринд всё портит. Да, можно, конечно, говорить о том, что эта игрушка рассчитана на несколько других людей, на несколько, может быть, даже иной способ игры, потому что, быть может, вы будете играть, если в компании с друзьями, всё будет гораздо проще. И, опять же, в принципе, вспомнить Life is Fiddle, там как раз даже игрушка на это нам активно намекала, к этому нас подвигала. Здесь немножко всё попроще, здесь нет каких-то ограничений в плане прокачки. Ты просто делаешь оплённые вещи, оплённые действия выполняешь и прокачиваешься. Пошёл, насобирал грибов, прокачал там один навык, насобирал, нарубил дров, другой навык. И, соответственно, каждый навык, он повышает твою эффективность действия, шанс что-то сделать, потому что здесь есть шанс, допустим, зафейлить, например, строишь ты чистокол, а тут бац, провалился, все материалы потеряны, чистокола нет. Ну, то есть даже такое возможно, как бы смешно это ни звучало. Плюс здесь, конечно же, здесь всякие там рецепты на крафт, которые можно находить в мире, в принципе, мир исследовать. Здесь есть всякие дикие животные, с которыми можно постричаться, какие-то к тебе будут настроены нейтрально, какие-то могут на тебя броситься, как, например, медведи. Вообще, в принципе, главное правило всех игр. Увидел медведя, убегай от него, потому что медведи всегда злые. Вот. И, в принципе, на самом деле, еще раз говорю, эта игрушка создана для тех, кто любит именно вот такой формат изометрии, любит, когда развитие неспешно, когда здесь нет каких-то диких перекосов, как в сторону того, что ты приходишь, и на тебя набрасывается сразу все и вся, и пытается тебя скушать так, и в сторону того, что здесь совсем все просто, и чуть ли не как креатив режим в Майнкрафте. Эта игрушка, еще раз говорю, специфична. Эта игрушка необычна. И по той причине, что я раскрыл лишь малую ее часть, и рассказать вам о всей ее полноте не могу, ни в коем случае не рассматривайте данное видео как обзор. Потому что я знаю, есть люди, которые посмотрят видео, скажут, ты сделал обзор, ты сделал его плохо, ты не сказал о всей игре. Нет. Это, еще раз говорю, не обзор, это просто знакомство. Просто я делюсь своими впечатлениями, рассказываю, как я познакомился с этой игрой, и, быть может, даже вас заинтересует, потому что наверняка найдутся те, кто любил подобного рода проекты, любил тот же уже упомянутый мной Heaven and Herve, да и, может быть, другие какие-то проекты вспомнятся, потому что, на самом деле, здесь есть отсылки и какой-то там Ultimi Online, древний-древний как говно Мамонтона, тоже, в принципе, имевший свое время поклонников. В общем, я считаю, что подобные игры тоже имеют право на свое существование, хотя, все-таки, было бы идеально, если бы разработчики бы, все-таки, дали бы возможность в это играть на собственных серверах, потому что сейчас это чисто ММО, ММО в том плане, что здесь есть сервера, которые сделаны самими разработчиками, понятное дело, здесь присутствуют всякие магазины с донатами, и без этого никуда, я думаю, что это первым делом в игре появилось, хотя, конечно, может, и ошибаюсь, и поэтому вредные разработчики дадут возможность создавать собственные сервера, но если такое появится, быть может, когда-нибудь это даже станет игрой, интересно для отдельного небольшого круга друзей, чисто развиваться, как, допустим, в том же Майнкрафте, где, как вы знаете, нет до сих пор никакого крупного онлайна, есть только небольшие месячковые сервера. В общем, с вами был Ванок, спасибо за просмотр видео, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, и всем удачи!